Всем привет! Сегодня будем с вами готовить замечательные булочки творожные по рецепту Ануш. Антоша, подожди. Ануш, привет тебе! Пришла с работы и решила сделать булочки по твоему рецепту. Для этого нам потребуется, буду использовать вот такие сырки. Антошка хочет мне тут вовсю помочь. Сейчас я приму его помощь обязательно. Я буду использовать вот такие три сырочка по 100 грамм. Они уже сладенькие. Пакетик дрожжей. Держи. Сливочное масло, два яйца, сахар, молоко обязательно, ванилин. В качестве начинки Антошка попросил вот такие вот. Сделать ему булочки с шоколадом. Поэтому, не имею права ему отказать, будем делать с шоколадом. Рецепт обязательно напишу. Ну и сейчас посмотрим, что у нас получится. В теплое молоко мы высыпаем пакетик дрожжей. Сюда мы добавили 2 столовые ложечки сахара и немного муки. И перемешиваем. Все. Творожная начинка и наша опара. И перемешиваем наше тесто с творожной такой начинкой. Тесто получилось необыкновенно мягкое. Просто в руках очень приятно его вмять, вымешивать. Вот Антоха у меня тут пытается сделать пирожки. Ануш была права. Тесто просто изумительное. Из такого количества теста получилось 25 вот таких шариков, которые сейчас превратятся в пирожки или в булочки. Будем делать их с начинкой из яблок и шоколада. Раскатываем наше тесто с помощью вот такого валика. Я сделаю сразу 2 с разной начинкой. Вам покажу. Что я использую? Я использую вот так начинку из яблочек, которые я порезала. И посыпала сахарным песком. И вот таким образом сворачиваю все это в булочки и защипываю. То есть получаются такие, как будто бы мешочки внутри начинка. И, как и просила Антоха, делаю ему шоколадные булочки с шоколадной начинкой. То есть 3 кубика вот таких маленьких шоколадки. И точно таким же образом я все это защипываю. Кверху. Вот таким образом. Вот так вот подходят булочки в процессе выпечки. То есть они сейчас находятся в духовке. Я так отражаюсь в дверце шкафа. Вот. Смотрите, какие они уже огромные стали. Перекладываем наши булочки на противень, застеленный вот так бумагой для выпечки. И сверху, как и показывала Аннуш, я смазала все это разболтанным яйцом с помощью кондитерской кисточки. И сейчас отправлю это все в духовку. Булочки готовы. Только что доставлю их из духовочки. Вот таким образом растопился здесь шоколад. Слегка они приоткрылись. Они такие румяные и очень увеличились в объеме. Дорогие мои зрители, честно признаюсь вам, это очень вкусно. Только что попробовала. Просто невероятно. Аннуш, спасибо тебе огромное за то, что ты поделилась таким рецептом. Буквально вот несколько часов назад я все это посмотрела. Не утерпела, прибежала домой и все это приготовила. Мне очень понравилось. Никогда раньше не встречала и не пробовала такой рецепт. Такое сочетание дрожжевого теста с творогом. То есть ватрушки делала, но именно когда творог добавляется в само тесто, для меня было, скажем так, наиболее. У меня было сообразным таким открытием. Поэтому, Аннуш, еще раз благодарю тебя. Этот рецепт я беру себе на заметку. Я так думаю, что я буду часто его готовить. Очень понравилось. Девчонки, я всем советую попробовать. Девчонки, булочки просто тают во рту. Такое необыкновенно вкусное тесто. Такое очень приятное, воздушное. Поэтому всем любителям дрожжевого теста советую этот вариант. Молодец, Аннуш, спасибо тебе огромное. Мне очень понравился вариант с яблоками и вариант с шоколадом. То есть оба варианта замечательные. Просто не было у меня под рукой джема или мармелада, с которым я могла бы это приготовить. Но вариант с яблоком и шоколадом абсолютно не уступает другим каким-то начинкам. Экспериментируйте. Желаю вам хорошего удачи. Всем спасибо за внимание. Приятного аппетита. До новых встреч. Пока.